Весы, доброго времени суток! Рада вас приветствовать на своем канале. Меня зовут Ева Лекцер. В данном видео хочу вам предложить тараскоп на ноябрь 2018 года. Работать я буду сегодня с колодой Steam Punk 2. Расклад, как вы знаете, я выполняю как на прямых, так и на перевернутых арканах. Дабы у вас не было сомнений. Карты сами ложатся в прямое либо перевернутое положение во время выкладки колоды и досовки карт. Поэтому, если в вашем тараскопе падают только перевернутые арканы, то есть такая вероятность. И, значит, карта вам показывает те аспекты, которые вам нужно исправить. Напоминаю, что расклад выполняется для широкой аудитории. Он не может проиграться абсолютно для всех. Соответственно, просмотрите, пожалуйста, не только по знаку Зодиака, но и по асценденту. Потому что знак Зодиака у вас один, но вы все абсолютно разные. Итак, давайте смотреть. Общая атмосфера месяца. Что вас ожидает в плане работы, финансов, здоровья, личной жизни и совет от карт. Итак, общая атмосфера месяца. Перевернутая десятка мечей. Окончание какого-то застойной ситуации. Выход после кризиса. Когда вы, наконец-то, видите свет в конце тоннеля. Заканчивается ваша черная полоса. Начинаются для вас благоприятные, позитивные перемены. Более того, по этой карте, это, знаете, как вот тот переломный момент, который вы долго ждали. Вне зависимости от чего это касается. Работы, личной жизни, каких-то для вас значимых моментов. Вот, наконец, начинает все налаживаться. Потому что, вот видите, даже тройка Пентакли. Ну, вот скажу честно, для многих представителей знака весов это проиграется в плане работы. Трудоустройство на новую работу, перспективную работу. У тебя будет стабильная, хорошая заработная плата. Иногда это, конечно, безусловно, проигрывается, как брак с иностранцем. Тройка Пентакли, да. Имеет место быть такое толкование с позиции даже старинных толковников. Поэтому весы. Вот то, чего ждали, к чему стремились, вот оно у вас здесь на пороге. В плане работы, давайте смотреть, что же здесь. Ну, вот вам. Дождались. Семерка Пентакли. Ожидание плодов своего труда. Оттачивание своего мастерства. Все ваши нюансы, где вы пытались взвесить за и против, наконец-то свершилось. То есть, если вы безработный, ситуацию находите. Если вы наемный работник, например, получаете новую должность, либо повышение заработной платы, либо в целом какие-то премиальные. Если у вас в бизнес пошел рост и первые дивиденды всех тех вложений, которые вы осуществляли. Если же в плане финансов. Вот, видите, перевернутая четверка кубков. Наконец-то пошел у вас выход из ситуации депрессии, хандры, застоя. Пошли позитивные перемены. Вот это те первые сподвижки. В плане заработка, увеличения дохода, либо выход из ситуации застой, когда вы не знали, как развиваться, куда себя подать, чем заняться. Вот те перспективы, которые у вас на горизонте. Вот ноябрь месяц, особенно с позиции работы финансов, это ваше все. В плане здоровья. Перевернутая восьмерка кубков. Но здесь больше у меня указывают, как правило, там, все, что касается вывихов или ушибов стопы, либо же варикозное расширение вен. Но для вас эта ситуация не критична. Иногда здесь еще могут быть отеки ног. Особенно это существенно проиграется для тех, у кого работа на ногах. То есть те, кто вот по 12 часов все время на ногах, то займитесь, пожалуйста. Здесь какой-то вот профилактическими мерами. Так, в плане личной жизни. Перевернутая смерть. Так, а вот здесь ситуация застой. Я давайте уточним, почему. Что же здесь конкретно? Так, что же здесь у весов? А у вас ситуация тупика. Видите, что-то вы не можете сделать выбор, либо вы не можете определиться. Почему? Ой, да здесь у вас финансовый вопрос стоит. Понимаете? Вот здесь, смотрите, если на текущий момент вы свободны. Вы понимаете, что на меньшее вы будете уже не согласны. Ищите человека уже состоявшегося, желательно состоятельного. Неважно, кто сможет, мужчина или женщина, да? Чтобы не тянуть на тебе тяжкое бремя. Если вы в взаимоотношениях, то здесь остро у вас станет материальный вопрос. Когда вы тоже не захотите тянуть партнера на себе и хотите, ну скажем так, не только игры в одной ворота, а чтобы это был равноценный обмен. Чтобы не только вы вкладывались, но и вкладывался ваш партнер. И здесь застой личной жизни может быть из-за отсутствия финансов, либо финансовых проблем. А именно, например, сыграть свадьбу, не сыграть, нет финансов, да? Там купить новое жилье, съехаться, разъехаться, еще какие-то моменты, нехватка финансов. И поэтому вы в тупике. Не решается вопрос касаемо личной жизни, тут финансы будут задействованы у вас. В целом же, если смотреть, то я вам скажу так. По данным картам еще ситуация застой может быть под той причиной, что если вы в паре, ваш партнер не готов трудиться над собой, над вашими взаимоотношениями и в них финансово вкладываться. Повторюсь, это независимо от того, смотрит мужчина или женщина. Но с позиции совета, десятка пентаклей. Как говорит Даня Аркан, во-первых, идите к своим горизонтам, идите к своим перспективам. Здесь может быть для вас, советую обратиться к торологу, посмотрите. Да, будут очинить какие-то вопросы касаемо либо материальной сферы, либо семьи. То есть, чтобы, скажем так, не прогадать ваш человек или не ваш. Может указывать на то, что у вас кто-то в семье ворожит, да? Обратитесь за советом к нему. В целом же, десятка пентаклей. Это следуйте за своей звездой. То есть, раскрывайте свое сердце навстречу богатству, полонте ожидающих вас переживаний. Действуйте уверенно, действуйте решительно, потому что вы можете добиться всего, чего не пожелаете. Как и хорошей стабильной работы по десятке пентаклей, это работа в большой организации, хорошего заработка, либо же создание семьи. Решайте свои финансовые аспекты и все будет в ваших руках. Вот такой у вас вышел расклад. Вица искренне за вас рада. Пусть у вас отыграется только положительные, только замечательные аспекты. Буду болеть за вас всей душой. Но для тех, кого интересуют мои консультации на платной основе, либо обучение, пожалуйста, ссылки на мои контакты вы сможете найти под этим видео. Ну, а искренне вас благодарю за просмотр. С вами была Ева Лехцер. До новых встреч.